Кошмарная трагедия разыгралась в Кировской области в посёлке Кинкур. Убит 25-летний контрактник, приехавший в отпуск из Украины. Даниил Разумов уехал воевать 10 октября 2022 года. Он был пулемётчиком, хотя в 18 лет проходил службу в артиллерийских войсках. В феврале 2023 года он приехал в отпуск в Нижний Новгород. Там живут его родители. Сначала навестил близких, потом поехал в посёлок Кинкур. По информации следственного комитета, он пришёл в квартиру, в которой находилось ещё несколько человек. В квартире участника боевых действий избили шестеро человек. Личности всех шестерых установлены. Ими оказались три брата Киншиных, друг детства Даниила и ещё двое примкнувших совершенно незнакомых потерпевшему людей. Нападавшие находились в состоянии опьянения. Парни избивали организованное и жёстко, так что в квартире все стены были испачканы следами насилия. Закончив избиение, Даниила в бессознательном состоянии они ещё два часа возили в багажнике машины, после чего выбросили возле лесной улицы и продолжили кататься. Вернувшись на место через час, преступники заметили, что потерпевший очень плохо не пришёл в сознание. Они прицепили его ногами к машине и оттащили к станции скорой помощи. Самое ужасающее то, что многие очевидцы звонили в полицию и сообщали о том, что происходит среди бела дня. Но местная полиция вообще никак не реагировала. Медики станции скорой помощи также вызывали полицию. Спустя два дня, 7 марта, Даниил скончался в больнице, не приходя в сознание. На нём не было живого места. Местные жители на условиях анонимности рассказали журналистам, что преступники сколотили банду и занимаются вымогательством. Они находят жертву и с помощью избиений вымогают деньги. Регулярно в день зарплат они отбирают у работяг деньги. Неоднократные жалобы в полицию не помогали. Вероятно, банда решила, что у Даниила есть деньги, полученные за боевые действия, и хотела их забрать. Сейчас уголовное дело, благодаря личному обращению к Александру Бастрыкину, сдвинулось с места. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России. Несмотря на это, под стражу взят только один из участников банды. Остальные гуляют на свободе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова